Друзья, привет! С вами Филин. Давайте сразу договоримся об условиях, на которых выходит этот ролик. Первое. Я не специалист по всем вот этим военным делам. Я не юрист, не эксперт по призыву. И вообще от армии я бесконечно далек. Но вы просили меня записать этот ролик, поэтому я довольно долго разбирался в материале, долго все переваривал. Я надеюсь, что картина, которую я сегодня вам расскажу, будет максимально правильной и точной. Но если я что-то забыл, если где-то допустил неточность, сразу пишите в комменты. Второе. Мы с вами сегодня в ролике не будем затрагивать вопрос, а нужно ли служить в армии? Долг это или не долг? Огромное количество людей считает, что если человек как-то пытается уйти от службы в армии, если он физически здоров, но при этом не служил, то это не мужик. С другой стороны, огромное количество людей считает, что служба в армии, в общем, совершенно необязательна и вообще не должно быть у нас службы вот такой по призыву. И что, почему молодой человек что-то должен в своей стране, если страна ему ничего не должна. Вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Я вот даже не знаю, кого больше. Напишите свою позицию в комментарии, как вы вообще считаете, и как вы относитесь к службе в армии, и посмотрим, кого больше. Ну, а мы сегодня будем рассматривать выпускника школы, который сдал ЕГЭшку на отлично, поступил в ВУЗ мечты, и вот его задача теперь получить отсрочку, по крайней мере, на время учебы не задумываться об армии, и главное, из-за всяких бюрократических нюансов, не потерять отсрочку, и не уехать прямо из-за парты чистить картошку в армию. Я сформулировал пять основных ошибок, из-за которых можно реально загреметь в армию прямо из универа. Для девчонок, я надеюсь, тоже будет полезная информация. Совсем чуть-чуть, и в конце тайм-код оставлю. Поехали! Ваши взаимоотношения с военкоматом начинаются в 17 лет. Вам в почтовый ящик бросают повестку, вы приходите в военкомат, проходите медицинский осмотр, заполняете всякие дурацкие тесты на миллион страниц, и вот вам вручают приписное свидетельство, приписное удостоверение, такую зелененькую книжечку. И вот все, вы на один шаг ближе к службе в армии. После этого, как правило, вы поступаете в институт, и уже в университете вам исполняется 18 лет. Давайте сразу. До 18 лет забрать вас в армию никто не может. Так что пока вам 18 не стукнуло, вот вообще не парьтесь. Если же вам исполнилось 18 в школе, то опять-таки можно не переживать, спокойно поступаем в вуз, никто вас в перерыве между окончанием школы и поступлением в вуз в армию не заберет. Относительно недавно вышел новый закон, что любому школьнику, вне зависимости от того, сколько ему лет, после окончания школы и до 1 октября следующего года предоставляется отсрочка для того, чтобы он мог спокойно поступить. И вообще сразу оговорюсь, у тех, кому 18 исполнилось еще в школе, вообще нет никаких оснований переживать. То есть все правила, касающиеся отсрочек, они будут также для вас действовать. То есть сразу забегая вперед, там на стыке бакалавриат-магистратура, тоже никаких проблем не будет, теперь уже отсрочку вы получите. Поехали обо всем по порядку. Итак, вы поступили в вуз своей мечты, на дневное отделение, на заводчике у вас отсрочки не будет. Сидите на паре, просиживаете штаны, слушаете какого-нибудь полудохлого профессора, и тут приходит полиция, вас прямо с парты скручивают и отвезят служить. Бывает такое? Бывает. Почему? Потому что вы допустили, видимо, ошибку номер 1. Ошибка номер 1 происходит из-за непонимания того, что отсрочку от армии предоставляет не вуз, а отсрочку предоставляет военкомат. Соответственно, для получения отсрочки недостаточно просто поступить в вуз. Отсрочку нужно получить. То есть натурально притопать военкомат, принести туда справку из вуза о том, что вы являетесь студентом, пройти медкомиссию, которая установит вашу категорию годности. И только после этого, на заседании специальной комиссии, вам должны одобрить отсрочку и поставить соответствующий штамп в приписное. Вот когда у вас стоит штамп в приписном, все, вот тогда вы отсрочку получили. И получением отсрочки нужно заняться прямо вот в первые дни обучения в институте. В первые недели сентября, по крайней мере, нужно с этим разобраться. Где брать эту справку? Справку брать, как правило, нужно в военно-учетном столе в вузе. Это специальный такой кабинетик, куда вы приходите, вам эту справочку выдают. Соответственно, берем ее и бегом в военкомат. Это прям задача номер один для первых недель обучения в институте. В какой военкомат топать? В свой, по прописке. Если вы приехали учиться из другого города и будете жить в общаге, тогда в общежитии вам должны сделать временную регистрацию. Скорее всего, вам ее сделают где-то в конце августа, может быть, в начале сентября. И вот тогда по месту временной регистрации вы уже со справочкой из института, из военно-учетного стола топаете в военкомат. Многие спрашивают, а если ты переезжаешь и живешь в общежитии, нужно ли сниматься с учета в своем родном городе? Нет, сниматься, в общем-то, не нужно по той информации, которую я нарыл. Просто сразу по месту временной регистрации топаете в военкомат. Окей, а что делать, если вы приехали в другой город учиться, общагу вам не дали, и вы снимаете комнатку где-нибудь там у баб Маши? В таком случае, временной регистрации у вас, скорее всего, не будет. И вот на этот счет, в этом году, президент подписал новый закон. Вы обязаны прикрепиться к местному военкомату в том городе, где вы учитесь, даже если у вас нет временной регистрации. То есть, к тому военкомату, к которому относится баба Маша. Ну, хотя сама баба Маша, наверное, никуда не относится, но тогда к тому военкомату, от которого прячутся внуки бабы Маши. Ищем внуков бабы Маши, спрашиваем, от какого военкомата они прячутся, к тому военкомату и прикрепляемся. Хотя хрен вы найдете внуков бабы Маши, если они от военкомата прячутся. Короче, идем в ближайший военкомат, вот в любой, и прикрепляемся к нему, Прямо как в поликлинике. И потом уже в этот военкомат несем справочку из вуза, что вы студент. Только имейте в виду, что если вы не имеете временной регистрации, живете у бабы Маши, то если вы проживаете у нее непрерывно дольше, чем 3 месяца, то вы вообще говоря нарушаете закон и можете попасть на штраф до 5000 рублей. Итак, что-то мы отвлеклись. В общем, с первой ошибкой все понятно, да? Обязательно получить отсрочку, получить штампик в репестное. Переходим к ошибке номер 2. Не забывайте, пожалуйста, что после сессии радостную новость «Поздравьте, меня не отчислили!» Нужно сообщать не маме, не друзьям, а военкомату. О том, что вы все еще студент, вы обязаны отчитываться военкомату ежегодно. Вы ежегодно, вот в сентябре, должны подтверждать, что вы до сих пор студент. Как это происходит? В ряде случаев этим занимается вуз, занимается военно-учетный стол. Вы приходите в этот специальный кабинетик, ставите там роспись, что типа я тут, я приступил к учебе. И они автоматически отправляют все эти документы в военкомат. Все, у вас проблем больше нет. Но иногда вуз этого не делает. Тогда вы должны самостоятельно еще раз там взять подтверждение из вуза, что вы студент. И опять пехать в военкомат и принести ему эту бумажечку. Не забывайте делать это каждый год. Проходить медкомиссию, конечно, повторно не придется. Переходим к ошибке номер три. Вот, учитесь вы, например, на ветеринара. И вдруг курс так на третьем понимаете, что не мое это коров учить, хочу стать актером. И поступаете на актера в другой вуз. Отчисляетесь, приходите в деканат, пишите заявление об отчислении по собственному желанию. На следующий год сдаете заново ЕГЭ и поступаете на актерский в другой вуз. А может быть, кстати, их тот же самый, разницы нет. Поступили и вот прям сразу в осенний призыв вас забирают прям со сцены в костюме Баратино и отправляют в армию чистить картошку. Почему так произошло? Потому что отсрочку от армии, предоставленную великодушно вам государством, вы благополучно про истратили, в общем. Если вам вдруг приспичит после энного курса учиться в другом учебном заведении или на другой специальности, вы должны переводиться туда именно переводом, а не через отчисление. Смена места учебы через отчисление и сдачу еще раз ЕГЭ это вариант для девочек. Ну или для тех, у кого вопрос с армией не стоит. При переводе обязательно проверьте, что вы переводитесь на ту же ступень образования. То есть, если вы были магистр, что вы переводитесь опять-таки в магистратуру. Если вы специалист, что вы поступаете опять на специалитет и так далее. Проверьте, что при переводе общий срок вашего обучения увеличивается не более чем на один год. То есть, если вы закончили успешно, закрыли сессию, третий курс, то вы можете перевестись в новый вуз, на новое место обучения, либо на четвертый курс, либо опять еще раз на третий. Тогда вы как бы третий курс дважды отучитесь, и у вас срок обучения ваш увеличится на год. Но поступить, скажем, с третьего курса на второй вот так вот уже не работает. Или с третьего курса на первый так не работает. Кстати, насчет того, что вот первый курс, да. Если вы сейчас отучились, например, первый курс, и хотите перевестись в другой вуз, то у вас единственный шанс после окончания первого курса поступить на второй курс сразу в другой вуз, то есть без потери года. Потому что на первый курс в другой вуз вас, скорее всего, не примут. Чтобы освободились места именно для перевода, вузу нужно для вас как-то расчистить места, то есть дать пинка всяким раздолбаем, которые не сдали сессию. Но если вы собираетесь вдруг переводиться на первый курс, то откуда там места? Там еще ни у кого не успели выгнать. Будьте аккуратны. Наверняка такая шальная мысль отчислится и в другое место поступить у многих из вас возникнет. Ну ладно, погнали к ошибке номер четыре. Учитесь вы, учитесь. И тут бац, мам, дорогая. Исключили из университета. Вышвыривает вас университет на улицу, там вас подбирает военный комиссар и армян. Учиться нужно хорошо. Но если вы обладаете достаточной степенью хитрожопости, вы сможете этой ситуации избежать. Вы сможете надыбить где-нибудь справочку об каком-нибудь ужасном заболевании и отправиться на один год в академический отпуск. Многие вузы совершенно нормально к этому относятся. То есть, по сути, вас оставляют на второй год. Единственное, что нужно, это добыть справку. Но с этим, как правило, проблем нет. Ну, вы понимаете, да? Так в чем же ошибка? Давайте вот сейчас внимательно посмотрим, потому что на самом деле в академу ходят очень многие. Вот на моих глазах, пока я учился на физфаке 6 лет, человек 10 вот этой схемой воспользовались и потом вот через год продолжили обучение. Так вот, с академом работает та же ситуация, в общем, что и с переводом. Из-за академа, из-за академического отпуска по болезни, срок вашего обучения не должен увеличиваться больше, чем на год. Значит, смотрите, как только вот подходит уже год вашего нахождения в академическом отпуске, вот пока этот год еще не прошел, срочно бежим в деканат, к ректору, к кому-нибудь могущественному, в общем, и пишем заявление, что все, мы приступили к занятиям. Важна именно бумажка, именно заявление, что вы уже снова в строю. Можете там дальше болеть и пропускать пары, но главное, что вы формально вышли из академического отпуска. Если вы будете находиться в академическом отпуске больше, чем год, то срок вашего обучения увеличится больше, чем на год, и отсрочка у вас горит. Ну или вас тупо отчислит вуз, а если вас уже вуз отчислят, а потом как-то восстановят, то, может, учиться вы и сможете продолжать, но после отчисления отсрочка точно слетит уже, и вы уже отправитесь в армию, вас прям с пар заберут. Короче говоря, если, не дай бог, академ, если завалили сессию, соблюдаем год, пишем бумажки о том, что вы приступили к занятиям. Переходим к ошибке номер 5. Отучились вы 4 года в бакалавриате. Я думаю, что большинство от вас как раз бакалавры. И, естественно, вы думаете о том, чтобы поступить в магистратуру, чтобы еще 2 года протирать штаны за партой, лишь бы вот не пойти в армию. И тут опасный момент, это перерыв между бакалавриатом и магистратурой. Вот это летние месяцы, эти несколько летних месяцев. То есть, условно, там 15 июня вы получаете уже диплом о том, что вы бакалавр, а зачислять вас в магистратуру будут где-нибудь только в конце августа. И там как раз весенний призыв, вас вполне могут забрать. В инкомат очень интересуются вот такими молодыми специалистами, которые только что закончили бакалавриат. То есть, вы будете находиться в зоне риска. Что делать после бакалавриата? После бакалавриата, даже, вернее, еще до окончания бакалавриата, нужно бежать к ректору и просить у него последипломные каникулы. Ну, нужно фактически написать заявление, что прошу предоставить мне последипломные каникулы. Если вы такую бумажку напишите, то хоть учиться после диплома вы уже не будете, естественно, летом, но формально вы еще будете студентом. Вот эти летние месяцы, вплоть как раз до августа. Ну, главное, вам там весенний призыв пережить. Университет предоставить такие каникулы вам обязан. То есть, здесь ничего такого нет. Так делают все. Главное об этом знать. И вообще, у этих каникул много плюсов. Если вы остаетесь студентом, то, во-первых, вас не загребут в армию. Это точно. Вы студент. Студента нельзя призывать. Во-вторых, если в военкомат вас и пригласят, а, кстати, многих приглашают, как минимум, для уточнения вот этого факта, пойдете в магистратуру или нет. То есть, военкомат вас, скорее всего, все равно позовут вот в этот перерыв. Но военкомат не будет иметь право проводить какие-то призывные мероприятия. То есть, даже проходить медосмотр вас заставить не могут. Тоже плюс. У вас сохраняются все плюшки. Вот это для девчонок тоже важно. Девчонки тоже, соответственно, оформляйте вот эти последипломные каникулы. Не знаю, досмотрела ли хоть одна девушка еще вообще до этого момента. Если досмотрела, напиши. Я девушка в комменты. Обязательно тоже оформляйте эти последипломные каникулы. Почему? Потому что сохраняются студенческие плюшки. Это студак, это скидки по студаку, льготный проезд, бесплатный московский зоопарк. Зачем все это терять, да? Если вы студент, если вы пишете заявление об этих каникулах, то, возможно, вам даже сохранят стипендию на это время. И, может быть, даже у вас останется шанс пожить эти месяцы в общаге. Так что последипломные каникулы это вообще вот вещь, и на четвертом курсе обязательно про это вспомните. Как-то так. Вот они, пять ошибок основных. Я надеюсь, что вы их не допустите. Наверное, многие о них уже знали, но, может быть, для кого-то была полезная информация. Не знаю, напишите. Рассказывайте, если я какие-то неточности допустил. С вами был Филин. Думайте своей головой. Всем пока.